Кто-то скажет, сугубо туристический регион. Ничего подобного. Крым – территория, где все профессии нужны, все профессии важны. Мне кс-по это убирать надо. Да, Лиза, да. Работы у нас хоть отбавляй. Ой, шок в шоке. Так что закатываем рукава. И наша Лиза попробует себя во всех сферах. Ммм, как в деревне хорошо, благодать. Свежий чистый воздух, солнышко светит. Всю жизнь бы тут прожила. Ах, да. Но похоже, будет все иначе. Сегодня погружаюсь в мир колхоза, навоза и немножечко невроза. Но ничего, Лизы грязи не боятся. Ведра в руки и вперед. Доярка. А если это он – дояр? Профессиональный стандарт 13.004. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты России 21 октября 2021 года. Номер 749-Н. Рабочий день с 5 утра. Обязанности. Подготовка и раздача кормов. Три раза в день. Чистка стойл и кормушек по мере загрязнения. Осмотр, массаж и обработка вымени. Предварительное сцеживание молока. Ручное и аппаратное доение коров. Ничто меня не напугает. Так, где моя буренка? Здравствуйте, Лиза. Лена. Елена Горбатенко. Оператор машинного доения 6-го разряда. Лена, где моя буренка? Я уже готова приступать к доению. И руки готовы. Руки помыла. Лиза, подожди. Сперва подготавливаем место. Убираем стойло. Чистим, моем. Ну, сперва давай переоденешься. Все, переодеваться. Коровый привет! Модница-огородница. Колхоз от кутюр. Сельский стиль весна-лето одним цветом. В общем, вы догадались. Коричневым. Лиза, тебе все к лицу. Глаза боятся, а руки делают. И как хорошо, что они в перчатках. Так, Лена, все хорошо. Я переоделась, но у меня главный вопрос. Когда можно начинать дышать? Сейчас можно начинать дышать. Передерть. Пойдем кормить. Так, а дерьте-то у нас что? Это у нас пшеница, ячмень, кукуруза, семечко. Сначала даем коровке корм, а потом получаем молочко. Иду кормить вас, буренки. Коровки, кормилицы. Вы только посмотрите, какие добрые у них глаза. Ну как можно не влюбиться в таких телочек? Кушайте. Наслаждайтесь. А теперь, Лиза, пойдем убирать. Готовься к дойке. Да. Я уже устала. Молодец, Лиза. С первым заданием справилась. Но покормить смог бы ребенок. То ли дело. Следующий этап. Пригодится стойкость духа, крепость рук и непробиваемость обонятельных рецепторов. Коровушки, не легните меня только, пожалуй, встал. Она мне не ударит? Нет, Лиза, не ударит. Вот, сапка. Так. Начинаю убирать, подготавливать место для дойки. Мне куку это убирать надо? Да, Лиза, да. Ну, зачем же так грубо? Это вовсе не... Но. А ценное органическое удобрение. У бережливого хозяина безотходное производство. Приступай. Смотри, вот, берешь тапку. Только не напугай, потому что можешь получить... Ногой? Ногой. Это входит в свою обязанность? Да. Без этого не подоить корову? Нет. На месте буренки я бы точно испугался. Руки, крюки, да еще и маникюр, как у совы. Ничего, труд сделал из обезьяны человека. И с Лизой справится. Корова, встань. Ну, встань за своего... Гарна. Мы закончили? Да. Мы закончили! Ну что ж, тему навоза будем считать раскрытой. Справилась наша бедная Лиза. Пора переходить к более деликатным процедурам. Если вы понимаете, о чем я. Что мы первонаперво делаем? Лиза, сперва мы подмываем воду с антибактериальным средством специальным. Сдаиваем струйки после того, как подмыла первые. И потом уже приступаем к дойке. Ну, вы мне все покажете. Хорошо, так, я готова. Сначала подмыть. Да. Заходи вот сюда. Коровки! Они меня не ударят? Поворачивайся ко мне, да, боком. Это? На. И подмывай. Каждую долю тщательно подмываешь. А доля это? Доля это вот. Вот, вот эта доля. Каждую долю ты хорошо вымываешь. Каждый сосок это доля? Да, да. Давай. Все. У-у-у-у! Оу-ля-ля! Лиза, сколько у тебя скрытых талантов! А вымя такое наполненное! А сколько здесь молока? Ну, литров 12 в данный момент. Наверное, 12-13 она дает. Ого! За раз. А это много для коровы 12 литров в имени? А что будет, вот если... Вот у нее каждый день молоко, да? Да. Вы дойте их два раза в день? Да. Во сколько? Утром дойка начинается в 6, вечером в 5. А если вот, ну, не подоить, допустим, подоить только утром? Нет, так нельзя лезть. Нельзя не дать корову? Плюс до того, что у нее должно по времени все. Дойка не просто так в 6 начинается. Корова приучена в одно время доиться, ее надо подоить. Болеть вымя начнет, начнется мастит, и корова заболеет, перестанет давать молока. Ох! Она еще как отставила хвост свой. Я боюсь, что меня сейчас зацепит. Не зацепит. Ой, ребят, она уже подтекает тут. У нее тут уже... Ох! Тут даже дарить не надо, у нее уже сочится из груди. Так, есть. Дальше что мы делаем? Сдаивай первые струйки с каждой доли по два раза. Вот так вот берешь, вот, вот. Двумя пальцами, да? Да. И нажимаешь, сдаивай. В стаканчик. У-у-у! А-а-а! Не получается! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Базовые навыки наша Лиза освоила. Но навоз смесить не вымя раздоить. Шутка ли? 12 литров. Посмотрим, посеньки ли шапка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, все! Молоко пошло! Только и направляй! Я даже ничего не делаю сейчас, ребят! Так, ой, а как только с четырьмя сосками-то управиться? Вот так. Делай двумя руками. Направляй в ведро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, я... А-а-а! Жук! В тот раз ты себя спокойней вела. А-а-а! Давай, дала. Ну, все. Петь! Вытащи ведро. Беда! Я раньше времени сказала, что это просто. Это непросто. Ой! Вот! Сколько вам в день нужно подоить коров? Смотря сколько доится, на группе у меня 58 голов. В данный момент доится где-то 45 голов. Это ежедневно, утром и вечером? Да, да, да. Ай да молочина! Кажется, у нашей Лизы есть все шансы стать заслуженной дояркой России. Да что там, Россия? Вселенной! О, надоили. Полное ведро молока. Мы молодцы. Хочу попробовать. Можно? Ой, ну как же, как же тут подступиться. Так. Не совсем гигиенично, но зато с каким удовольствием. Быстро освоилась и часу не прошло, а запах навоза перестал смущать. И, кажется, напротив, способствует аппетиту. Да, Лиза? Оно очень теплое и очень вкусное. Счастье. Молоко надоили, теперь берем и несем его процедовать в холодильник для отрождения. Ага, а откуда оно дальше приедет на завод? Да, Лиза, труд – это счастье. А счастья много не бывает, как и работы. За дело. Все? Свободно? Или еще что-то нужно? Какой свободно? Нет, конечно. Солнце уже в зените, а коровы не кормлены? Сама-то молока уже напилась. Не надо так, Лизонька. Пожелай и телочкам приятного аппетита. Госпожи Буренки, настало время обедать. Буквально пару минут, и ваша трапеза будет на столах. Приятного аппетита! Так, не переживаем, не переж... Оп! Оп! Так, все, все спокойно. Так, и что у нас здесь? Лиза убирается? И что? Ни одной слезинки? Вот это удивило! Как говорится, от души. Мы сняли? Да. Ребят, ну как для городской жительницы, все это очень непривычно, необычно и тяжело. Тяжело, начиная все от кормления. Ты носишь это сено, не сено, а дерть. Потом убирать этот навоз. Ты только убрал, там вот это вот потащил. Мухи прилетели, на тебя сели, а она снова идет в туалет. Но, конечно, коровки, вот ради них стоит. Ты тянешь за их сись, они тебе дают это молоко, и ты потом его пьешь. Ну, это же настоящее счастье. Ух! Приезжайте в деревню, здесь хорошо. Да, Лиза, работа с животными – это не только навоз и слюни. Это благодарные глаза и искренние эмоции. И главное – понимание того, что твой труд приносит пользу. Ну что, Лена, кто поработал, тот может и поесть, да? А мы можем и попить молочко порное, только что надоенное. Так, это вам. Так, это нам. Лена, а если бы вам предложили поменять профессию, согласились бы? Почему? Я уже привыкла к животным. То бишь, ты понимаешь, они тебя понимают. Сложно у вас профессия, но такая важная и нужная. Все профессии нужны, все профессии важны. Найти дело по душе не так просто, но мы стараемся. И ты пробуй!